Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетия со дня образования региона распахнул свои двери новый образовательный центр в формате школа плюс детский сад в ауле Гирюльдиук Усть-Джигутинского района. В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и первые лица республики. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, стартовала с поднятия государственных символов флага Российской Федерации и флага Карачаева-Черкесии под мелодией гимнов. С Днем Знаний и открытием нового образовательного центра поздравил глава республики Рашид Темрезов. Ребята, уважаемые учителя, родители, в первую очередь хочу вас поздравить с прекрасным и светлым праздником, Днем Знаний. 1 сентября это всегда теплый и волнительный день не только для учащихся, но и для учителей и родителей. А для вас, дорогие ребята, сегодняшний 1 сентября совершенно особенно. Мы отмечаем День Знаний в новой, красивой, новационной и оснащенной школе современным оборудованием. Скажу вам честно, в такой школе поздравил бы, наверное, любой городской школе. Мы все помним, в какой школе вам приходилось заниматься. Старая школа была почти ровесницей нашей республики, которой в этом году исполняется 100 лет. Я очень рад, что сейчас у вас, дорогие ребята, появилась возможность учиться в таких современных условиях. Общероссийский народный фронт в Карачаево-Черкесии добивается от властей незамедлительных мер по ограничению доступа населения к заброшенному зданию бывшего детского сада на улице Космонавтов 5А и недострою на улице Космонавтов 44А в республиканском центре. Объекты превратились в стихийное скопление мусора и места обитания маргиналов и бомжей. Оба находятся посреди жилых кварталов по соседству с детскими площадками и школьным маршрутам. Народный фронт уже не раз просил ведомства обезопасить объекты, однако пока реакции нет. Оба здания опасны для детей. Жители активно сигнализируют, что в любой день может случиться несчастный случай. Мы обратились к властям Черкеска и к региональному управлению Федеральной службы исполнения наказаний с призывом убрать или законсервировать объекты. Будем держать вопрос на контроле, отметили в штабе Общероссийского народного фронта. С нового учебного года в российских школах на уроках будет запрещено использовать телефоны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Коровцов во время Общероссийского родительского собрания. По его словам, это необходимо для того, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Если необходимо связаться с родителями, школьники смогут сделать это на перемене. Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. Вспомните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами, использовать мобильный телефон не допускается. Но, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать. С 1 сентября в России изменились правила проведения техосмотра автомобилей. Количество обязательных параметров для контроля сокращается с 82 до 55. Больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя, дорожного знака, аварийная остановка, коррозии и механических повреждений трубопроводов и шлангов. Работу штатного противоугонного устройства, каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов заднего моста, сцепления аккумулятора и кондиционера. Вместе с тем и огнетушитель, и аптечка, и знак аварийной остановки должны быть в машине, согласно требованиям правил дорожного движения. Согласно нововведениям, не будет также проверяться уровень шумовыхлопной системы, а вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту. Еще не будут проверять подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло. Напомним, в конце прошлого года обязательный техосмотр был отменен и переведен на добровольную основу. При этом его необходимо пройти при продаже или покупке автомобиля старше 4 лет и при внесении существенных изменений в его конструкцию, а также если автомобиль используется в служебных целях. В Аграрно-техническом колледже Аркин-Шахара будущих работников сельского хозяйства будут обучать в новых мастерских и лабораториях. Ребята на занятиях не только получат теоретические знания, но и опробуют их на практике. Это возможно после получения колледжем субсидии в рамках федерального проекта образования. Какие преимущества дадут эти новшества студентам нашего региона, рассказал председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания. Карачаево-Черкесии Алексей Ганшин. У наших детей, у наших студентов появилась возможность на практике получить достойное образование и получить навыки на современном оборудовании и на современной технике. Две эти лаборатории позволят готовить специалистов не только для нашей республики, но и для соседних регионов, что повысит престиж рабочих этих специальностей. Так как у нас развивается в республике сельское хозяйство, сады Карачаева-Черкесии, направление расширяется сельскохозяйственное предприятие, это будет достойным подспорьем для подготовки современных специалистов. В День знаний в Амфитеатре Черкеска состоялся показ кукольного спектакля «Сказки. Как медведь от волков лес защищал». Этот проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Сюжет сказки – это интерпретация того, что происходит в наши дни на Украине. Детям сложно понять сегодняшние события, но они очень тонко чувствуют напряженность и тревожность, исходящую от взрослых. С ними важно разговаривать о происходящем и объяснять, но нужно сделать это правильно. И тут на помощь переходит сказка – самый доступный язык для детей. «Мы хотим, чтобы дети поняли, а родители сумели им объяснить, что сейчас происходит в мире», – рассказала руководитель проекта Ася Байрамукова. «Название сказки «Как медведь от волков лес защищал» говорит само за себя. Сильный, справедливый и мудрый медведь спасает зверей от волков, которые обижают лесных жителей, и защищает лес, где все звери всегда жили в мире и согласии. Как и всякая сказка «Как медведь от волков лес защищал» учит детей тому, что добро всегда побеждает зло и показывает, как важны дружба и взаимопомощь. В Дагестане состоялся Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Более 400 работ боролись за звание лучших. Наша телерадиокомпания получила сразу две престижные награды в номинациях «Лучшая программа для детей и юношества» и специальный приз за передачу «Народные приметы черкесов». Подробности рассказывает заместитель директора по национальному вещанию ГТРК Карачаева-Черкесия Марина Кушпова. Получить две награды на таком престижном конкурсе, именно профессиональном, это был для нас большой успех и такая вот неожиданность, скажем так. Вот так высоко оценили наши работы. О чем эта программа? Это о слане Хутове из аула Алибердуковский, который рядом со своим домом у берега реки Малый Зеленчук соорудил такую детскую площадку, где собирается вся соседская детвора. По вечерам он к ним выходит, он с ними разучивает черкесские старинные игры, которые он играл в детстве, пословицы, скороговорки, они соревнуются, стихи рассказывают. Даже вот соорудил такой барабан, как в «Поле чудес». Рассаживаются дети, на кого попадет стрелка, тот раскат. Даже призы иногда у них бывают. В общем, очень интересно, сам человек очень интересный. Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди из всех регионов страны. Занятия будут проходить в гибридном формате, очно и онлайн. В текущем году в проекте будут работать 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов. Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека, вне зависимости от места проживания. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо прислать мотивационное письмо на адрес info.sobakanatsaccent.ru, а также пройти собеседование, очное или онлайн. Слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике, как отрасли, основах государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном послушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этной экспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях. В Сухуми прошел открытый турнир по волейболу, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. Как отметили организаторы соревнований, команды показали профессиональное мастерство и зрелищную борьбу. В открытом турнире по волейболу среди мужских команд приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Луганской народной республики, Республики Абхазии, а также команда Абхазского госуниверситета. Сборная Карачаева-Черкесии достойно выступила в турнире и заняла второе место. По итогам соревнований первое место заняла команда Луганской народной республики, а третья – сборная Абхазии. Также стало известно, что по результатам соревнований лучшим игроком турнира признан воспитанник хабесской школы волейбола Умар Тутов. В станице Преградной на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Родина» прошел фестиваль по адаптивным видам спорта, приуроченный к столетию Карачаева-Черкесии. Фестиваль прошел и собрал порядка 50 участников – детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Все они смогли попробовать свои силы в разных видах спорта. Мы провели состязания по стрельбе с пневматической винтовки, поднятию штанги, лежа, дартсу, шахматам, гонке на колясках. Для детей организовали веселые старты. Все спортсмены получили кубки, медали и памятные призы. Об этом рассказал директор Центра дополнительного образования Урубского района Сергей Исупов. Также на фестивале организовали показательные выступления юных гимнасток и спортсменов по вольной борьбе. Уважаемые гости и жители республики, давайте вместе отметим столетие Карачаева-Черкесии. День рождения Черкесии ярко и незабываемо. 6-7 сентября вас ждет увлекательная праздничная программа. 6 сентября в 19.00 город Черкесск, Центральная площадь. Открытие светомузыкального фонтана в обновленном центральном сквере в сопровождении камерного оркестра. Концерт с участием звезд Карачаева-Черкесской республики Ислама Итляшева и Султана Лагучева. Лазерное шоу, выступления группы «Fivesta Family» и «Фейерверк». 7 сентября в 16.00 на стадионе «Нарт». Праздничное мероприятие к столетию Карачаева-Черкесии. И гала-концерт с участием Зары, Ислама Итляшева, Ильната Джентимирова, Стаса Михайлова и группы «Баста». Не пропустите, такое бывает раз в 100 лет. Берите детей, родителей и друзей. Вам понравится. Ждем всех 6 и 7 сентября. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Это были все основные новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия.